Ваш дом на радио Комсомольская правда 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 То есть не пополам, как я сказала, а треть Да, можно дискутировать о долях, но по нашей оценке объективные доли это порядка 30%. Это люди, которые могут купить, но в этой сегодняшней ситуации они не очень уверены в том, что они смогут в в течение какого-то времени ближайшего, что называется, тянуть платежи. И в этом смысле льготная ипотека, она помогает человеку пережить этот тяжелый период. То есть наше предложение, оно нацелено ими в первую условиях поработали программы, по которым берем на себя часть ипотечной ставки на разные года, до двух лет, в зависимости, так сказать, от условий договора. То есть если вот так по-простому и на пальцах, мы часть ваших платежей по ипотеке, процентов, да, берем на себя, вот, чтобы ваш, ваш ежемесячный платеж в течение там ближайших двух лет был меньше. Давайте конкретнее с цифрами. Хорошо, вот мы понимаем вот эту вот цифру 6,5. Да, вот на что я могу рассчитывать с вами? Ну смотрите, 6,5 это ставка, по которой сегодня, по которой сегодня можно взять ипотечный кредит в рамках, так сказать, федеральной помощи рынку. Да, это вообще известно. Да, то есть в этом смысле вы имеете прямые отношения с банком и не, так сказать, мы тут ни при чем. Это вот 6,5% банк сегодня вам готов давать ипотеку под это дело. Вот. Когда мы говорим, что у нас ставка 0,5, да, мы говорим о том, что в течение, условно, например, да, ближайших двух лет, 6,5%, которые вы должны будете платить за предоставленный кредит, будет платить компания «Легенда». В течение двух лет 6,5% «Легенда» будет платить? Да. То есть она будет платить за вас, да, возьмет на себя платить. Да, вам придется возвращать тело кредита. Да. То есть это не значит, что не надо платить ничего. О, нет, что вы, ни в коем случае. Слушайте, ничего себе. Вот. И сегодняшний, ну, это совместная наша с банками программа, да, то есть банки заинтересованы в том, чтобы не останавливать выдачу кредитов, потому что люди как бы боятся брать, опасаются, логично. Мы заинтересованы в продажах, в квартирах, мы видим, что клиенты хотят, им нужны эти квартиры, они как бы откладывают покупку. И вот для того, чтобы они ее не откладывали на когда-нибудь потом совсем, вот, собственно, мы таким образом их возвращаем на рынок и нашли способ помочь людям в это непростое время. Слушайте, и получается, что вы вот эти, то есть, естественно, вы выплачиваете проценты не весь ипотечный срок, а там первые года два. Но я так понимаю, что эти первые года два – это самый важный период для плательщика. Не знаю, мне кажется, все 15 лет достаточно важны. Не знаю. Ну, вот в сегодняшней ситуации, как бы, мы о чем, как бы, рассуждаем, каким образом, да, кризисы приходят и уходят, да, нас, что называется, потрясет, мы как-то вот отряхиваемся и поднимаемся. Вот, очевидно, что прямо, как бы, наша активность, уверенность прямо связана с тем, как быстро мы видим восстановление, да. И, опять же, опыт показывает, что восстановление, оно все равно 100% проходит, и помощь нужна именно в этот период, да, когда есть некая нестабильность, да, когда все стабилизируется, потребитель возвращается в свои возможные доходы, которые он планировал, да, и способен обслуживать ипотечный кредит уже, в общем-то, как бы, в обычном режиме, как, что называется, при нормальной жизни, да. Вот. То есть вот так. Давайте рассмотрим конкретные случаи, при которых, ну, у всех ситуации разные, да. Кто-то имеет сейчас существующее там жилье, которое он готов продать. Кто-то не имеет, ну, по большому счету, вообще ничего. Давайте вот несколько вариантов рассмотрим на пальцах, чтобы было понятно. Ну, давайте просто проговорим как-то вот несколько вариантов. Я не готов считать, честно скажу. Считать не будем. Нет, я не в полном смысле слова прям рассчитываю цифрами. Значит, сегодня нужно иметь первый взнос, чтобы, так сказать, получить ипотечный кредит. Вот. То есть программы с нулевыми взносами сегодня отменились. Вот. Нельзя купить квартиру без денег. К сожалению, да. Вот. Есть ограничения в федеральной программе, связанные с суммой ипотечного кредита. То есть речь идет не о стоимости квартиры, 8 миллионов рублей для Санкт-Петербурга, да. Речь идет о сумме кредита, да. То есть если вы покупаете квартиру за 20 миллионов рублей, да, из них, соответственно, 12 оплачиваете своими средствами, а на 8 берете ипотечный кредит, то, в общем-то, вы попадаете под эту государственную программу. Угу. Вот. Соответственно, все остальное сильно зависит от условий конкретной сделки, поэтому я не буду называть конкретные цифры, да, но скажу так, что в базовом варианте при 20% взносе, вот, сумма ежемесячного платежа в течение ближайших двух лет, если мы субсидируем ставку, вот, уменьшается примерно в два раза. То есть если вы по кредиту должны были платить 100 тысяч в месяц, то вы будете платить 50. Фантастик. Еще раз цифры условные. Вот. Все, Влад, я, у меня, может быть, дурацкий вопрос. Да. Это, 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 это эксклюзивное вообще предложение, легенды? Я, 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 вообще, честно говоря, в это очень трудно поверить. Вот, знаете, вот, это как подарок, потрясающий совершенно. Ну, я как бы... Другие компании подобного рода предложения делают? Мне кажется, это совершенно уникальная история. Сегодня все компании-девелоперы ищут способы, да, вернуть рынок в норму, вернуть денежные потоки. Вот. Мы от них достаточно сильно зависим. Банки сегодня тоже в этом сильно участвуют, потому что они нас кредитуют. Да, то есть банки, это скорее такая совместная акция девелоперов и банков. Она требует организационного взаимодействия, финансового взаимодействия. Там достаточно большой комплекс, скажем так, неких невидимых процессов, да, о которых я не буду рассказывать. Вот. Поэтому часть девелоперов смогла договориться с банками о таких условиях, а часть не смогла. Я не буду говорить, что мы эксклюзивные, и вот только мы такие. Нет. Это будет неправда, да. На самом деле есть коллеги, которые имеют ровно такие же программы. Вот. Каждый из девелоперов решает сам, насколько он готов субсидировать ставку. То есть вот мы решили, что ипотека будет практически бесплатна, да, то есть это практически беспроцентная. Вот. И в этом смысле, ну, как бы, с одной стороны, не могу похвастаться своей уникальностью, с другой стороны, хочу порадовать наших клиентов, тех, что у нас есть такие условия для них сегодня. Это уникальная ситуация для рынка. Так бывает реально раз в жизни, да. Вот на моей практике первый раз я вижу, да, вот такую солидарность, да, у девелоперов и банков в том, чтобы вернуть себе покупателя. Слушайте, получается, что кризис стал как раз... Это возможность? А? Это возможность. Да, да, да. Кризис – это возможность дополнительная. Вот это парадокс. И мне кажется, что это главный вывод, который наши слушатели должны сделать из нашего с вами разговора. И если мы говорим как раз вот об этих двух лагерях, то, похоже, мы склонили чашу весов все-таки в сторону того, чтобы что-то делать. Потому что вот это действительно кажется повод, шанс изменить свою жизнь. Да, я хочу какую-то пару аргументов по этому поводу сказать. Очень важно понимать, что так будет не всегда. Для нас это очень серьезные издержки. Это не как бы с барского плеча, да, это серьезные экономические потери для нас. Это тяжелое бремя на экономику проектов, поэтому как только ситуация нормализуется, да, вся эта история закончится. Просто потому, что она всю жизнь работать не может. И в этом смысле сейчас уникальные условия, когда можно сейчас, да, если вы хотели купить квартиру, если есть возможность, вы уверены в своих доходах, вот, и вы ждете, когда вся эта ерунда закончится, я имею в виду коронавирус, да, вот, то лучше, так сказать, сейчас уже принимать решение и приобретать квартиру. Мы наладили все, так сказать, возможные способы бесконтактного покупок. Ну, об этом в следующий раз, наверное. Друзья, вы знаете, что делать? Компания «Легенда» сел с глазунов. Спасибо большое. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.